Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать второе гадание. И сегодня у нас с вами будет такая тема, как «В чём вы заблуждаетесь?». То есть, что на самом деле не так, как вам кажется? Иногда бывают события, которые могут нам представляться не такими, каковы они есть на самом деле. События, люди, наши разговоры, наша оценка человека, то есть очень серьёзно может повлиять на восприятие. А есть ситуации, в которых вы можете просто чего-то не знать. И мы сегодня с вами посмотрим, в чём вы заблуждаетесь. Может быть, вы на это не обращаете внимания. А может быть, вы и знаете свою ситуацию. Как всегда, будет три варианта ответа. Я вам предлагаю задать про себя вопрос, в чём я могу заблуждаться, проговорить своё имя, дату рождения и выбрать свой вариант. Вариант номер один, вариант номер два и вариант номер три. Подумайте про себя и выберите тот вариант, который вас устраивает. Продолжение следует... Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Мы это двигаем. Смотрим первый вариант. На вас старший аркан, и у вас аркан отшельник. Что я могу сказать? У вас идёт такой момент, скорее всего, что вы либо в чём-то дали себе передышку, либо что-то вы очень серьёзно задумываетесь над какой-то конкретной проблемой, какой-то конкретной ситуацией. И у вас идёт такой момент, что очень давно вас тревожит ваша ситуация. То есть это не только вот-вот-вот случилось сейчас. Я вижу, что у вас эта проблема ваша длится достаточно давно. Так, ну давайте сейчас мы с вами раскроем вашу ситуацию. Посмотрим. У вас идёт такой момент, такая позиция. Итак, вот у вас, понимаете, вам кажется, что сейчас самое время отстраниться от чего-то, уйти. Либо, вот как я сказала, позволить себе сделать какую-то передышку, сделать себе перерыв. Вам кажется, что вы настолько устали, что у вас просто нет сил дальше двигаться, идти вперёд, бороться, к чему-то стремиться. Вот всё, что хочется вам, это просто вот дать себе передышку. Вот и всё. То есть сделать такой, знаете... Кстати, это может быть перерыв в отношениях, то есть желание сделать перерыв в работе. Как-то вы не верите в свои силы, не верите вот в себя. Может быть, из-за того, что не всё у вас получалось. И такой тоже может быть момент. И может быть, вы просто хотите взять передышку перед началом какого-то дела. Или, как говорится, перед новой ступенью в вашей жизни. Такое тоже может быть. Вам в первую очередь нужно присмотреться к себе. А точно ли вы сейчас хотите отдыха? А не руководит ли вами желание таким образом навсегда отстраниться от насущной проблемы, которая есть, которая дарит лишь, знаете, как усталость, лишает покоя? Не избегаете ли вы таким образом от самой проблемы, от вашей ситуации сейчас? Ведь у вас, понимаете, сейчас не самый лучший период, не самое лучшее время, чтобы сдаваться. А вы начинаете сдаваться вот просто своей ситуацией. Но помощь-то на подходе, помощь-то у вас будет обязательно. Причём это может быть какой-то новый человек в вашей жизни прийти. Это может быть и поступление денег. Пускай незначительная сумма. Но эта незначительная сумма, она может изменить вашу ситуацию, понимаете? То есть может, как говорится, спасти. И вот если вам кажется, что в вашей ситуации, в вашем деле, то есть уже ничего нельзя спасти, что на него, на свою ситуацию не стоит тратить время и силы, но вам ни в коем случае нельзя сдаваться и падать духом. Потому что здесь ваша ситуация, она разрешится. Может быть такой момент, что она не полностью разрешится, но она начнёт всё-таки двигаться к изменению, понимаете? То есть менять события, где вы увидите, что всё, что вы делали, всё, что вы предпринимали со своей стороны, ваши шаги дадут плоды вам, они дадут вам результаты. То уже вот эта ваша ситуация, вот эта напряжённая, которая присутствует, но вы заметно, существенно почувствуете послабление вашей ситуации, что действительно идёт изменение. То есть может быть не полностью разрешится, но будут изменения. Так, хорошо, это мы посмотрели, в чём вы заблуждаетесь. Давайте посмотрим всё-таки итог вашей ситуации. Итог. Ну вы выйдете полностью. Вот понимаете, вам сейчас кажется, что всё напрасно, что я ничего уже не смогу, ничего не получится. Вот как раз и получается, что вы сможете, полноценно сможете. То есть у вас ситуация значительна. И причём здесь идёт такой момент, что вы потом и забудете об этой сложной ситуации, которая вот у вас сейчас есть. Просто вы устали. Может быть и нет поддержки, нет понимания, но в скором времени и будет и поддержка, и помощь, и появятся энергии, появятся силы для решения ваших вопросов. Вот у вас так. Так, это кто выбрал первый вариант. Смотрим второй вариант. У вас аркан влюблённые. Сейчас посмотрим. Ну у вас, скорее всего, что-то связано с отношениями. Что-то вы в отношениях как-то. Либо вы определиться не можете, либо что-то, ну да, на вас отношения. Что я вам могу сказать? Что у вас идёт? Вот, скорее всего, нынешние ваши отношения не дают вам покоя. То есть какие-то сомнения заставляют, причём вас внимательно приглядываться к человеку, но которого вы любите. То есть здесь, понимаете, вот вы сейчас больше живёте эмоциями. Не разумом, а больше живёте эмоциями. И здесь нужно обязательно сейчас продумывать вашу ситуацию. Потому что иначе просто ваши заблуждения, то есть то, о чём вы думаете, заблуждаетесь, ну заведут вас настолько далеко. Потом будет просто очень сложно разрешить вообще ситуацию. У вас есть какие-то подозрения относительно вот вашего партнёра. Но ваши подозрения, они по большей части, понимаете, являются просто вашими страхами. То есть подсознательная, возможно, попытка уберечь себя, но может быть от возможной будущей боли. Вы вот подмечаете все мелочи, все детали абсолютно. То есть что сделал, что не сделал, какие ошибки, которые, конечно, как известно, имеет каждый человек абсолютно. Хотите найти в отношениях к вам намёки, может быть, на какие-то тайны, может быть, на двойное дно. То есть что-то ищете постоянно, вот вы в таком напряжении что-то ищете. Очень внимательно, может быть, присматриваетесь. Верите своим больше опасениям, чем фактам. Понимаете, такое вот может быть. Вот как раз все действия, факты вашего партнёра, вот наоборот скажут больше, чем ваши сомнения. Вам нужно оттолкивать свои сомнения, то есть убирать из своего сознания сомнения, потому что вот ваш вот этот настрой, эти ваши страхи, заблуждения, они просто оттолкнут от вас человека. И уверить его в том, что вы не хотели что-то такое вот плохое в этих отношениях, то есть ваш партнёр может просто увидеть ваше недоверие к нему. И это может очень сильно отразиться на отношениях будущего у вас. То есть вам нужно больше доверять человеку, которого вы любите. Стараться больше доверять. И стараться анализировать ситуацию в отношениях и не поддаваться своим страхам. Может быть, у вас на этом были причины. Может быть, такой момент, что были причины. Но сейчас ситуация у вас как раз наоборот. Партнёр, вот ваш партнёр, он идёт искренне с вами. Человек, который действительно хочет с вами отношений, развивать отношения, строить будущее. Но вам, вот ваши страхи, вот это ваше состояние в первую очередь вам не даёт покоя. Но и также может разрушить ваши отношения. Поэтому здесь вам нужно проработать больше своё внутреннее состояние. Хорошо, давайте посмотрим, вам тоже сделаем итог. Мы сейчас посмотрим итог. А вот посмотрите, вот ваш итог, если вы не поменяете своё отношение. Вы просто убьёте свои отношения, понимаете? Вы просто зачеркнёте всё то хорошее, что может быть. И поэтому вам нужно однозначно стараться сейчас перестраивать своё сознание, свои мысли. Вот как я и сказала, вам нужно сейчас больше включить разум, а не жить своими чувствами. Потому что здесь, иначе вы можете таких дел наворочать, о чём потом будете очень сильно жалеть, но уже не сможете вернуть вот эту ситуацию. Понимаете, вы её просто не сможете вернуть. И если вы дорожите этими отношениями, чувствами и хотите будущее в этих отношениях, то меняйте своё отношение сейчас. Это у вас так. Это вот кто выбрал второй вариант. Так, ну и смотрим третий вариант. У вас вообще башни выпала ещё лучше. Что-то тоже вы очень сильно сейчас переживаете. Какая-то для вас ситуация, что полностью мир перевернулся. И такое тоже. Как будто у вас всё вверх и дном перевернулось. Ну ладно, давайте вам тоже сейчас посмотрим, что же у вас такое. Ну, скорее всего, у вас это всё в прошлом было. Потому что здесь больше идут прошлые позиции, чем настоящие. У вас идёт такой момент, вот как будто ваша память не даёт вам покоя. То есть вы периодически переноситесь в какую-то ситуацию, которая случилась у вас как раз вот в прошлом, некоторое время назад. Но, скорее всего, в этой ситуации замешан человек, ну, немного эгоистичный, который, знаете, может быть, как раз вот в вашей ситуации действовал на пролом, не подумав о чём-то и наломал таких дров в вашей жизни, что вы никак не можете отойти от этой ситуации. Ну, вот это вот на первый такой взгляд. Эта ситуация, она, конечно, изменила вашу жизнь, потому что здесь переворот был однозначный. И, скорее всего, ваша жизнь с тех пор она стала не такой, как была ранее. То есть ваша жизнь пошла по иному руслу совершенно. И вы полагаете, что тот человек, который виноват в вашей ситуации, что он не раскаялся, что он, возможно, до сих пор считает себя в той ситуации правым и не осознаёт, насколько сильно повлиял своим выпадом на вашу жизнь. То есть какой стала ваша жизнь после? Вот вопрос. Но уверены ли вы, что память не меняет факты? Что, понимаете, эта ситуация на самом деле такова, какой она отложилась в вашей памяти? Потому что вы периодически возвращаетесь к этой своей ситуации периодически. То есть вы постоянно анализируете вот эту свою прошлую ситуацию, то, что вот случилось. Может быть, вы добавляете какие-то новые факты к этой ситуации, которых, возможно, не было на самом деле. То есть просто вот со временем, постоянно вот мусовали вот эту ситуацию, что-то вот, ну, возможно, такое возможно. Вам нужно, вот знаете, в первую очередь пересмотреть эту ситуацию и, может быть, обсудить её с кем-то, ну, возможно, кто и наблюдал со стороны. Как раз вот те прошлые события в вашей жизни, которые происходили. То есть обсудить. Кто сможет вот, ну, просто оценить объективно, реально, что происходило на самом деле. Может быть, совсем, может быть, были какие-то факты, скажем так, которые вы не замечали, может быть, вот именно на тот период. То есть это просто, понимаете, даст вам и поможет посмотреть вот на свою ситуацию в прошлом иначе. А может даже и просто поможет отпустить её, чтобы вы больше к ней не возвращались вот к этой ситуации. Ну, или хотя бы относились к ней с более таким лёгким сердцем. Не с таким тяжёлым сердцем жили дальше, чтобы это полностью изменило вашу жизнь. И вот вам нужно ещё раз пересмотреть эту ситуацию, но с кем-то, чтобы уже окончательно проанализировать и продумать. И уже её просто отпустить. Понимаете, даже то, что она повлияла на вашу жизнь, и она изменила вашу жизнь. Но вам эту ситуацию нужно отпустить. Хорошо, давайте вам тоже сделаем итог вашей ситуации. Мы сейчас посмотрим итог вашей ситуации. Но вы всё-таки сможете, вот если вы захотите сейчас, вы всё-таки сможете это сделать. Вы сможете всё-таки закрыть, раз и навсегда, дверь вот в эту ситуацию, отпустить эту ситуацию и начать жить вот уже той жизнью, которая у вас пошла после той ситуации, новой жизнью. Вы её никак не можете, понимаете? Вот у вас идёт позиция, что вы никак не можете вот принять те перемены, вот ту реальность, которая сейчас есть. Потому что, да, вы вспоминаете, что было раньше, до этого. И вы не хотите, либо не можете пока. Но вы всё-таки сможете это сделать, потому что у вас впереди уже идут вот эти всё-таки изменения. И вы их примете. И вам уже будет намного легче. Вот у вас так. Это вот кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами сегодня получился расклад. Напишите в комментариях, понравился вам расклад. Мне будет очень интересно. И, как всегда, подписываемся на канал. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok